И так понятно, что изначально любой человек стремится к счастью. Вряд ли есть какие-нибудь, которые стремятся к несчастью. А если они стремятся к несчастью, наверное, несчастье для них как раз-таки счастье и есть. Практически во всех религиях мировых признаётся, что человек создан для счастья. Но вот пути достижения этого счастья описаны по-разному. И хоть, в общем, наверное, каждый из вас себе представляет, что такое состояние этого счастья, да? Но психологи до сих пор бьются, пытаясь выяснить, а что же оно такое и есть, да? Ну, для чего бы это? Ну, хотя бы для того, чтобы обеспечить людям счастье, чтобы сказать, что вот если вот так вот поступаешь, да? Ну, это не счастье, да? А если будешь систематически поступать вот так вот, да, то будет тебе счастье. Ну, сами, наверное, знаете, что систематическое стремление к счастью часто счастье убивает, да? И счастье приходит оттуда, откуда совершенно его не ждёшь. В своём докладе я хотел бы ответить на следующий вопрос. Вы извините вот за этот мелкий шрифт. Ну, кому не видно с задних рядов, можно поближе подсесть. Microsoft почему-то считает, что вот этот мелкий шрифт, это то, что самое и надо. Я буду читать то, что там написано с экрана, потому что даже отсюда я не особо разбираю. На какие вопросы хотелось бы ответить в своём докладе? Что такое счастье вообще? Ну, вот что это такое, да? Можно ли измерить счастье? Ну, неплохо было бы, например, поставить в зависимость там служебное положение от того, обеспечивает ли данный ректор, президент, завкафедра и счастье своим подчинённым, да? Ну, ведь чтобы это сделать, нужно узнать, счастливы ли его подчинённые. Как же узнать, да? Ну, вкратце так. От чего зависит счастье? Очень существенный вопрос. Ведь если мы будем это знать, вот, может, мы действительно сделаем раз, два, три, оп, она, да? Ну, и случилось. Если у самих не получится, может, мы, зная это, сможем сделать так, чтобы были счастливы наши дети или наши родители, да? Ну, обеспечим им раз, два, три, да? И оп, и хорошо. Ну, существенный вопрос для меня, для поведенческого психолога. Можно ли научить человека быть счастливым, да? Здесь вопрос заключается в том, что у нас очень многие институты, ну, в том числе и образовательные, очень хорошо учат человека стыдиться, испытывать чувство вины, чувствовать свою неполноценность, но редко учат его гордиться чем-то, редко учат его получать удовольствие от жизни, редко учат его делать счастье окружающим. Я просмотрел несколько учебников педагогики, там очень хорошо описано, как человека социализовать, то есть, как сделать так, чтобы ему было стыдно делать что-то плохое, испытывать чувство вины, если он кому-то счастье испортил, да? Ну, логично было бы в следующей главе прочитать, а как сделать так, чтобы он мог счастье этим окружающим обеспечить. Редкая глава, да? И то не во всех учебниках. Готовясь докладу, я поверил представителям факультета рекламы, которые здесь находятся, что на первом слайде должны быть яркие картинки. Вот видите, яркие картинки. Я просмотрел 201-х картинок в гугле по запросу счастья, да? Я даже составил такую табличку, но что на этих картинках изображено? Котиков, зайчиков и хомячков я исключил по умолчанию. В итоге вот последовательность моего рейтинга, да? Видите первую картинку? Там куча бабла у нас нарисована. А внизу подпись, не в деньгах, а в счастье. Ниже меленько написано. Ведь вы не об этом же сейчас подумали. Правда? Это вот на первом месте, да? На втором месте вот эта вот дама беременная с ангелочком, да? Где написано «Счастье это просто». Вот смотрите, у него один ангелочек уже есть, да? Скоро появится второе. Она почему-то считает, что это просто. У меня недавно появился внук. И хоть он не все время у меня перед глазами мельтешит, я понимаю, что это далеко не просто. Особенно если это была бы двойня, либо, не дай бог, тройня, да? Либо еще что-нибудь, это какое-то катастрофическое. Но дама счастлива. Ангелочек тоже, кстати, почему-то веселится. На третьем месте оказались картинки. Но я так самую яркую не стал сюда помещать, поскольку мероприятие публичное. Это типа такая большая любовь и даже скорее секс в совершенно беззаботной обстановке. Желательно где-нибудь на пляже, да? Вот так вот, чтобы совсем рядом никого не было. Солнце садилось и вся жизнь казалась радужной. Ну, попробуем обобщить. Деньги, отношения с близкими людьми, секс и любовь. На последней картинке такой эскулал. Подпись гласит, счастье это когда в аптеке, кроме презервативов, ничего не нужно, да? Ну, обозначим это как здоровье. И, в общем, наверное, такие житейские представления о счастье к этим пунктам и сводятся. Я хотел бы вам предложить сделать небольшой вопрос. У меня есть карточки, я их сейчас по рядам пущу. Абсолютно анонимные. С одной стороны, напишите три слова, что для вас счастье. Одним словом, хорошо? С другой стороны, что для вас несчастье. Тоже одним словом, к концу сегодняшнего первой ленты я тогда обобщу материалы. Просто передайте, пожалуйста. Если вы не хотите это делать, да, Господи, не надо. Ну, мне было бы интересно посмотреть, что получится в таком экспресс-флорусе. Понятно, да, задание? Три слова на счастье и три слова на несчастье. Не надо здесь относиться к этому как к научному исследованию. Просто интересно. Подписывать не надо, да. Ну, полвозраста, наверное. Я думаю, догадаюсь, да. Может быть и нет. С одной стороны, три слова для счастья. С другой стороны, карточек всем там хватило, да? До задних рядов дошли. Ну, а я вас прошу это сделать сейчас, не откладывая. Хорошо, потому что дальше, возможно, в ходе моей лекции ваши представления изменятся. Попробуем сопоставить это с тем, что считают психологи. Ну, такое вот. Хватило вам карточки, да? А три слова? Ну, у вас какое-то большое счастье, да? Ну, давайте три, потому что я собираюсь это посчитать быстренько за час, который последует за этим, да? Если там будет 200 слов, я вряд ли смогу это... Ну, если уж очень хочется добавить четвёртое, добавьте. Спасибо. Да не за что. Ну, чтобы говорить о счастье, хорошо бы определить, что это такое, да? Мелкими буковками написано определение из большой советской энциклопедии. Недавно кто-то её выкинул в мусорник рядом с моим домом. Мне стало жалко. Я её перетащил в подъезд. Теперь из подъезда беру и читаю всякие нужные мне тома, и не нужные тоже. С точки зрения психологии счастье, это, безусловно, состояние, да? Ну, близкое к чувству. Ну, даже в языке это обозначается как чувство счастья, да? Это не как действие счастья, это не как мысль о счастье. Это скорее чувство, которое находится внутри нас, а это существенно, поскольку счастье становится тем, что принадлежит отдельному человеку, а не тем, что находится вовне его. Деньги, например, находятся вне нас, да? Автомобиль экстра-класса находится вне нас. Пятикомнатная квартира, ладно, оставим пятикомнатную, возьмём замок, да? Где-нибудь на побережье. Он тоже находится вне нас. А счастье, оно внутри. Это достаточно существенно для психологии, потому что некоторые люди начинают думать, что счастье — это замок на побережье, яхта, куча денег. Ну, в общем, они как бы счастье эксплицируют, да? Приписывают тому, что на самом деле не они, да? Счастье — это мы сами. Чувство внутренней удовлетворённости. Что ж такое вот удовлетворённость, да? Как-то сразу вопрос. Ну что, ну вот я удовлетворён, покушал и доволен, да? Это счастье или что-то другое? Нет, это удовлетворённость тогда тем, что я просто покушал, да? Если я начинаю нравиться сам себе, если мне нравится то, как я живу, и нравится своё существование в этом мире, ну, вот классическое определение счастья было бы такое, да? Хотя здесь тут же возникают вопросы. Я четыре года писал диссертацию в университете в Среди века Александре Эрланге-Нюрпере, защитил там эту диссертацию. Моя руководительница, доктор Абу Лебрем, написала книжку, которую она не стала называть «счастье». Она называла её по-немецки «Вольбофинден». «Вольбофинден» на русский переводится достаточно сложно, можно перевести как «удовлетворение», да? Ну, «довольство». Но «Вольбофинден» — это находить себя воль, да? Находить себя тем, что тебе всё хорошо. То есть приписывать это хорошо самому себе, а не тому, что вокруг тебя происходит. Это два тома, два толстенных тома, где исследуется эта самая «Вольбофинден» либо эта самая «удовлетворённость». Вернёмся немножко в советское прошлое, обнаружившую счастье понятие морального сознания. Ну ладно, я тут не буду комментировать, просто прочитаю. Понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости. Опять находим удовлетворённость, да? Но заметьте, уже не собой, а условиями своего бытия. Здесь я как психолог согласиться не могу. Человек может находиться в самых разных условиях бытия, но в первую очередь он начинает быть доволен тем, что ему хорошо в этих условиях бытия, а не быть доволен этими условиями бытия. Понятно? Или я так тороплюсь? Полноте, осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Тут же вопрос, скажите мне, в чём моё человеческое назначение. Я вернусь к предыдущим картинкам. Наверное, завести любимую, родить кучу детей и помирить вовремя, да, чтобы никому не портить счастье своим долгим помиранием. Это в современном мире становится сложным. Недавно психологи опросили студентов, поинтересовались, как бы они хотели умереть. Быстро и без мучений в самый счастливый момент в своей жизни, либо долго мучаясь, доставая всех вокруг, умереть тогда, когда ты уже как человек перестал что-то из себя представлять. Как вы думаете, что ответили студенты? Быстро. Ну, большинство сказали, что хорошо было, как бы без мучений, да? И вот без этих вот долгих моментов существования. Им сказали, зря вы так вот надеетесь, да? И медицина совершенствуется, людей лечат всё лучше. И лучше ситуация там с общественным, с обеспечением долгой жизни, опять же, улучшается. Ну, не у нас, конечно, не в нашей стране. В общем, получается так, что вот осмысленность существования и понимание своего человеческого назначения — это что-то вне рамок психологии, да? Ну, может быть, в рамках гуманистической психологии, но не в той психологии, которую я представляю. Скажите мне, в чём моё назначение, я пойду его осуществлять, да? Мне скажут, нет, сам думай. А я, может, сам думать не хочу, я, может быть, хочу, чтобы мне кто-то прямо написал на слайдике. Счастье является чувственно-эмоциональной формой идеала. Относительно идеала я даже говорить ничего не буду. Это очень расплывчатое понятие. Становимся на следующем. Счастье — это всё же чувство, да? Счастье внутри нас. И счастье у каждого индивидуально, поскольку то, что хорошо для одного, для другого может оказаться сущим несчастьем. Ну, например, внезапная беременность, да? Ну, если это в 15 лет, да, то, наверное, это не очень радостно. Если это 42 года, после многих лет попыток забеременеть, да, это может оказаться тем самым моментом осуществления своего человеческого назначения. Первоначально психологи счастьем не занимались, потому что как бы психология всё же как-то от медицины ответвилась, а у врачей привычка искать какие-нибудь гадости, да? Найти гадость, тщательно её описать, а потом взять человека и от этой гадости излечить. Поэтому изучались неврозы, фрустрации, всякие там комплексы. И лишь только в 60-х годах впервые появилась мысль о том, что, может быть, стоит изучать не то, как человеку плохо, а начать изучать то, как ему хорошо. Появилась позитивная психология. Чуть позже она выразилась, вот видите, даже в книжке «Психология счастья». Я с большим мучением её прочитал, потому что там огромное количество эмпирических исследований. А на самый главный вопрос, что такое счастье и как ему научиться, ну, как сделать его своими руками, ответа так и нет даже в заключении. С точки зрения Аргайла, счастье имеет как минимум три компонента. Удовлетворённость жизнью, положительные эмоции, преимущественно положительные эмоции, потому что человек, у которого нет негативных эмоций, его найти, наверное, достаточно сложно даже в течение дня. Сначала нам становится хорошо, а потом может стать и плохо. Отсутствие отрицательных эмоций, ну, наверное, медицинский подход. Карточки у вас получаются, да, там уже как-то? Аргайла проводит неимоверное количество исследований, которые чуть позже Мартина Селигмана. Вы видите тут репродукции книжек на русском языке, вы их легко найдёте по фамилиям. Если кого заинтересует, можете почитать подробнее. Селигман немножко другую последовательность выстраивает по определению счастья. С его точки зрения, это в первую очередь положительные эмоции, да? Это преимущественно положительные эмоции. Это удовлетворённость жизнью, как своей, так и жизнью окружающих. И из гуманистической психологии он... Из гуманистической психологии он заимствует понятие смысла жизни. Здесь вспоминает, например, тех психологов, которые, находясь в концлагере, в ужасных условиях, всё же умудрялись сохранить тягу к жизни. И, в общем, даже эти самые тяжёлые воды впоследствии описывали как счастливые, да? Ну, несмотря на то, что с ними происходило. Кэрол Рифф, американец, обобщив громадное количество исследований из части Аргайла, провёл факторный анализ. Это математическая процедура, которая позволяет выделить генеральный фактор, который мы будем называть счастьем, а потом в этом генеральном факторе выделить части, которые это счастье составляют. Но с его точки зрения, не с его точки зрения, а уже с математической точки зрения счастье, это прежде всего принятие себя таким, какой ты есть. И здесь сразу возникает вопрос о здоровье. Может ли быть человек счастлив, если он физически очень сильно нездоров? Ну, с точки зрения Риффа может, да? Если он себя принимает таким, какой он есть, а как он начнёт себя принимать таким, какой он есть? Ну, например, аутичный ребёнок, либо ребёнок с ДЦП. Наверное, только в том случае, если окружающие начнут его принимать таким, какой он есть. Позитивные отношения с другими. Видимо, секс, любовь и хорошие семейные отношения — это из этой сферы. Независимость — новый совершенно фактор счастья, который позже психологи стали рассматривать как один из ключевых. Независимость в данном контексте означает, что человек верит, что если ему что-то приспичит в этом мире, он сможет своими руками это сделать, и он в этом ни от кого не зависит. Если человек начнёт понимать, что счастье — это его рук дело, что оно не зависит ни от кого другого, не зависит от денег, от машин, от квартир, от здоровья, что это его личное чувство, которое он сам может себе создавать. Я позже к этому ещё вернусь. Контроль над обстоятельствами жизни. Но тут всё же придётся вернуться к деньгам. Ведь понятное дело, что впадать в депрессию — отсутствие денег не так приятно за углом, приятнее и в «Мерседесе» в пасть в депрессию. Но с другой стороны, возьмём Голливуд, где мы недавно с женой полгода прожили, 4 месяца, меньше 4 месяца. Бульвар звёзд от бомжей, которые лежат за углом, отделяют буквально 5 минут ходьбы. Кто счастливее? Бомжи за углом, либо люди, добившиеся и признания, и принятия, и социального статуса, и денег, и, ну, в общем, всего в этом мире. Очень сложный вопрос. Совсем недалеко оттуда, на Санцет-бульваре, находится музей Гражданской комиссии по правам человека. Там оборудовано виртуальное кладбище звёзд Голливуда, которые покончили с собой. Которые, получив всё это, всё же не смогли мириться со своей жизнью. Хотя контроль, наверное, у них присутствовал. Наличие целей в жизни не буду комментировать. Личностный рост, поскольку время ограничено, просто отошлю к работам психолого-гуманистического направления. Ну, вспомнить Маслова на вершине пирамиды потребности. У него самоактуализация, да? А вовсе не потребность в деньгах, ну, к примеру. Счастье — это одно измерение, либо оно многомерное? Ну, из предыдущего слайда ясно уже, что даже математически это вовсе не одно измерение. Это, скорее, факторная сложная модель. Можно думать так, например, что я лишу человека несчастья, и он автоматически станет счастливым. Ну, то есть использовать вот такую вот линейную структуру. Либо можно сказать так, я сейчас сделаю ему большое-большое счастье, да? И он забудет обо всех предшествующих несчастьях. Наверное, сами чувствуете, что это не всегда так. На наших карточках то, что находится с одной стороны и с другой, не всегда антиподы, да? Это могут быть рядоположные какие-то определения. И приходится считать, что человек может быть одновременно несчастлив в чём-то, и одновременно очень счастлив в другом. Ну, например, не нравится ему работа, зато в семье он находит поддержку и удовольствие. А раньше, рано или поздно, он, конечно, плюнет на такую работу, да? Но до поры до времени он может с этим противоречием вполне мириться. Горя, болезнь, несчета — это однозначно несчастье или нет? Счастье, здоровье, богатство — это однозначно счастье, либо как-то иначе? Ну, из того, что я только что говорил, наверное, понятно, что здесь отношения намного более сложные, хотя, конечно, никто не будет возражать, против, кучи денег с замка у моря, да, счастливой семьи и абсолютного здоровья. Ещё сложнее. Исследования счастья продолжаются где-то в 2010 году. Международные институты начинают изучать счастье в экономическом контексте. И здесь сразу начинается просто дикая путаница. Сразу несколько институтов начинают деятельность правительства оценивать не по валовому внутреннему продукту, не по тому, сколько бабла в стране, а по национальному индексу счастья. Причём инициатором становится король Бутана, извините, Джигме Синге Вангчук. Не знаю, где здесь фамилия, но вот этот король Бутана, валовый индекс национального счастья, обозначает государственную философию. Ещё в 1972 году эффективность деятельности всех государственных структур начинает оценивать по трём вопросам, которые задаются населению. В этом году вы стали счастливее, чем в прошлом? Можете попробовать ответить сами на этот вопрос. Верите ли вы в то, что в следующем году вы станете счастливее, чем в этом? Верите ли вы в то, что государство вам в этом поможет? Нравится, нет? Ну, неудивительно, что последующие исследования счастья, ну, некоторые страны, очень сильно расстроили. Ну, кстати, в том числе и короля Бутана, поскольку всё инициировано было после того, как в международном исследовании было обнаружено, что Бутан на последнем месте по индексу счастья. На каком месте счастья в нашей стране, я чуть позже скажу. Исследования проводятся сразу несколькими институтами. Ельский университет в Америке, Всемирный индекс счастья считает неправительственная организация. И ориентируется примерно на следующие показатели. Ну, во-первых, просто счастье. Можно человека спросить, ты счастлив или нет? И он как-то на этот вопрос ответит, если ему предоставить не просто варианты «да» либо «нет», а сдать некоторую шкалу от 0 до 10, например. Удовлетворён ли ты своей жизнью? Удовлетворённой жизнью — это не всегда счастье. Человек жизнью-то удовлетворён, всё у него вроде как есть, да? А вот счастья что-то нет. Аффективный баланс, баланс позитивных и негативных чувств, качество жизни. В качество жизни включаются очень многие показатели сейчас международными организациями. Это и уровень дохода того самого валового национального продукта, это и количество зелени в городах, это и скученность населения, и это чем дальше, тем больше забота об экологии правительства использует ли рационально правительство ресурсы, которые принадлежат на самом деле всему народу, и верит ли народ в то, что оно рационально использует эти ресурсы. Психологическое благополучие, оптимизм. И вот здесь наконец появляется самооценка. С моей точки зрения это немаловажный фактор. Самоотношение, самоуважение и вера в то, что ты для этого мира что-то значишь, ну, наверное, то, что можно близко отнести к целевым таким показателям предназначения жизни. Ну, попробуем всё это дело обобщить. Что ж такое счастье, да? Ну, наверное, вера в то, что я в этом мире что-то значу и могу что-то в нём изменить. Способность это сделать, да? Потому что некоторые люди пытаются менять мир, но очень каким-то глупым и непонятным образом. То есть не проявляют при этом социальной компетентности, добиваются, например, счастья индивидуального, забывая о том, что это вряд ли возможно в долговременной перспективе, если ты не создаёшь счастье всем окружающим. Личностный рост, самореализация. Слова вроде бы как само собой понятные. Хорошее отношение с другими, в первую очередь с близкими. Важный фактор счастья, да? Знаете, у человека может быть прекрасный бизнес, огромное количество денег, но если в семье что-то не ладится, бизнес начнёт рушиться просто по этой причине. Этому есть огромное количество примеров. Осознанная цель в жизни – самоуважение, самоприятие. Ну, двинемся дальше. Факторные модели множатся. Вот это разглядывать даже не надо, но видно, что это очень замысловато. Там даже, вот видите, в середине формула есть такая, да? Коэффициент 0,84 и 0,2 умножить на что-то получится 1,13, на которое всё нужно разделить вверху. Вот то, что с точки зрения математической модели счастья, видите, вот там верхняя вот эта вот красота. Ниже – это то же самое, только несчастье, да? Причём опять, ну, долго я разглядываю эту картинку, тут вроде бы как всё понятно, но опять непонятно, а как счастье получить, да? Вот есть у меня картинка, а что дальше делать? Единственная важная вещь, которая в этом содержится, факторы счастья – это немножко другие факторы, чем несчастье, да? Это разные параллельно идущие измерения. Личность. Ну, здесь вроде бы так всё более или менее понятно, хотя тоже сомнительно считается, что экстраверты, например, общительные люди, они по большому счёту более счастливы. Человек, который запирается в своей комнате, ни с кем не хочет разговаривать, но он всё же менее счастлив, хотя таким образом он избавляется от многих страхов и от многих проблем, которые возникают в связи с социальной коммуникацией. Внутренний локус контроля. Ну, это то, что в психологии должно обозначать веру в следующее. Мир зависит от меня, да? Если со мной что-то происходит плохое, это сделал я своими руками. Если со мной что-то происходит хорошее, это тоже сделал я своими руками. Появляется в том числе и некоторая свобода. Хочу – расстраиваюсь? Не хочу – не расстраиваюсь. Не захочу счастья, да застрелите вы меня, не буду я к этому счастью стремиться. Внешний локус контроля. Всё как бы человек начинает воспринимать, как от него совершенно независищее. Зависищее исключительно от внешних обстоятельств, от воли других людей, от того, что вокруг них происходит. Внутренний локус контроля. Вот люди с внутренним локусом контроля, ну, это, наверное, доказанный факт, они более счастливы. Оптимизм. Очень странное чувство, которое исследовал Мартин Селигман. Я чуть раньше его упоминал, да? Сначала он, на самом деле, изучал беспомощность и выяснил, что человека можно достаточно быстро вогнать в беспомощное состояние, когда он абсолютно не будет доверять окружающим и не будет верить в то, что что-то вокруг него меняется в результате его усилий. Селигман доказал экспериментально, что это чувство выученное. То есть человека можно научить беспомощности достаточно быстро. Хотите знать, как мне? Конечно. А, у меня 40 минут, между прочим. Там еще куча слайдов. Обидно рисовал. Сначала Селигман экспериментировал на собачках, почитав Павлова. Ну, опыт воспроизводили на тараканах, на крысах, на слонах, между прочим, на дельфинах и в том числе на людях. Беспомощность состояния, когда человек нечто делает, а вокруг него происходит то, что он никак не воспринимает как следствие этих действий. Если он что-то делает и меняется в соответствии с его действиями, это оптимизм. Если он нечто делает, а вокруг все происходит само собой и никак от него не зависит, это беспомощность, либо пессимизм, либо позже Селигман назвал это депрессией, по-казту говоря. Берут студентов, через одного говорят, направо-налево. У нас будет эксперимент, вы будете решать математические задачи. Получается две относительно одинаковые группы студентов с примерно одинаковым уровнем знаний в отношении математики. Им говорят, за каждую решенную задачу, американский эксперимент, поэтому уж извините, будете получать по 10 долларов. У нас вряд ли так будет, за каждую решенную задачу по 10 долларов. Ну, представьте себе, да. Только с одним условием, вы должны всей группой правильно решить задачу. То есть вы должны дать один ответ, с которым будет согласна вся группа. Две одинаковые аудитории, на экране появляются совершенно одинаковые математические задачи, с совершенно одинаковыми вариантами ответа. У каждого студента и в одной аудитории, и в другой аудитории пультик с тремя кнопочками. А, Б, С. Варианты ответов. Разрешаю делать всё, что угодно. Можете между собой договариваться, можете назначить одного самого умного и согласиться с тем, что он... Но вы рискуете, ведь 10 долларов за каждую решенную задачу. Чтобы объяснять, что чтобы быстрее решали задачу, будет в аудитории звучать такое противное з-з-з, знаете, вот з-з. Пока не решите задачу. И начинается эксперимент. Разница между двумя аудиториями в одном. В одной аудитории кнопочки к чему-то присоединены, да, и з-з прекращается действительно в тот момент, когда неправильно решают задачу. А в другой аудитории эти пультики просто ни к чему не подсоединены, да? И ЗИ начинается и заканчивается тогда, когда в соседней аудитории решат задачу. Ясно, да? В чём фокус-то, да? В первом случае можно это ЗИ выключить самостоятельно, а в другом, как ни тыч, ЗИ выключится, когда решат задачу в соседней аудитории. Со всеми честно расплачиваются, честно платят деньги, а потом говорят, ну, ребят, не хотите ещё в одном эксперименте принять участие? Те, у кого кнопочки были подсоединены, говорят, ну да, конечно, ещё что ли можно заработать, да? И даже заработок перестаёт иметь значение, им нравится решать задачи коллективно. Те, у которых кнопочки не были подсоединены, они просто складывают руки, сидят и ждут, когда наказание закончится. Им говорят, хотите ещё там порешать задачки? Они говорят, ну, у нас есть другие занятия. Получается так, что оптимизм помогает людям ставить всё более и более сложные задачи, решать их на основании оптимизма, ну и, соответственно, достигать большего в жизни и в том числе больше ценить себя, ведь всё, что заработал, это твоих рук. Дело, а не то, что упало откуда-то, откуда-то свыше. Кстати, в отношении денег. Тот же самый Аргал написал толстенную книгу «Психология денег» и на вопрос «В деньгах ли счастье?», да? Ну, такой существенный вопрос, последовательно доказывает, что не в деньгах, да? Деньги — это, конечно, хорошо, они дают возможность получить удовлетворение от жизни, но они не дают ощущения счастья, особенно если деньги заработаны не своим трудом, а заработаны людьми в соседней аудитории. Так, в частности, вот смотрите, какой забавный фокус. Взяли и опросили 191 участников победителей английского футбольного тотализатора. Каждый из них в среднем выиграл 160 тысяч фунтов на тотализаторе. Опросили в тот момент, когда не получали выговор, и спустя пять лет. Интересовало, какой прирост счастья им дал выигрыш в лотерею. Отгадайте. Дал какой-нибудь прирост счастья выигрыш в лотерею? Он не дал, они стали жить хуже. Они после выигрыша в лотерею оказались менее счастливыми, причем все 191 победили. Представляете рекламу в лотерею, да? Выигрывайте и гарантированно станете менее счастливыми. Дальше объяснение. Почему так? Ну, потому что, во-первых, выигрыш был ни имени заработан. Во-вторых, выигрыш это приличный, да? Поэтому многие из них уволились с работы, которая давала им счастье. Многие сменили свою дорогу, где они жили до того, на престижный район, но в престижном районе их уже не принимали просто-напросто. У многих разрушились межличностные отношения, потому что близкие родственники, ну, выиграл же, ну, как-то это, будь человеком, да? Я покажу еще одну картиночку, просто пропущу. Вольба Финден. Это уровень дохода в Америке и уровень счастья, ну, вот смотрите, с 60-го по 2000-й год, да? Практически за 40 лет. Уровень дохода, видите, верхнюю кривую, идет вверх, причем увеличивается там прилично у них доход, да? Уровень счастья, это вторая кривая, видите? Чуть пониже. И тут ничего не поделаешь, это данные Национального института статистики, который в том числе оценивает уровень счастья, о том, как они это оценивают, я чуть позже скажу. Итак, вот ключевые вопросы, да? Ну, а как же деньги? Ну, на этот вопрос я попытался ответить. Тут получается следующее. Ну, например, опрос бедных районов Калькуты, у которых денег нет вообще напрочь. Вот совсем нет денег, кушают они то, что за день нашибают, спят где придется. Очень богатые жители бедных районов Калькуты имеют собственность 2 квадратных метра центральной площади. Они расстилают там циновку, и никто на эти 2 квадратных метра, кроме них, лечь не может. По уровню счастья они превышают, ну, по оценкам уровня счастья, они превышают жителей самых богатых районов Голливуда. Причем в 2 раза. Удивительно, да? Теперь мы возьмем их, размотаем из циновки, выдадим кучу денег, посадим в какой-нибудь супер-пупер дом на Беверли-Хиллс. Станут ли они от этого счастливы? Они скажут, ребят, вы верните меня это туда-назад. Стресс и несчастье. Удивительная вещь. Еще один эксперимент, достаточно строгий. Кучу народу взяли, разбили на 2 группы. Одни это была группа, у которых в жизни в течение года случилось явно очень важное, приятное, нужное событие. Других, у которых в течение года случилось несчастье. Умер близкий, узнали о неизлечимой болезни. Вообще, это были явно люди, у которых в течение года что-то стало лучше, да? И люди, у которых в течение года явно стало нечто хуже. Предполагалось, что те, у кого стало нечто хуже, их уровень счастья снизится. У кого лучше, уровень счастья увеличится. Ну, надо сказать, что так оно и произошло, но в кратковременной перспективе. Примерно через месяц после трагического либо счастливого события уровень счастья вернулся к прежним, средним, их индивидуальным значениям. То есть получалось так, что у человека есть некоторое индивидуальное измерение счастья, и что бы с ним не происходило, хорошее либо плохое, он рано или поздно вернётся к этому индивидуальному своему личному счастью. Отчего так происходит? Ну, в общем, наверное, ответов на данный момент нет. Ещё в 80-м году Институт психиатрии в Мюнхене, директор покойный доктор Брингельман, в течение пяти лет изучал стресс и успех в жизни человека. Предполагали они первоначально, что успех, условно говоря, счастье, это отсутствие стресса. Когда у человека ничего плохого не происходит, он становится счастливым. Выяснили, что это далеко не так. Что самые счастливые люди, это как раз таки те, у кого стресса много, но одновременно они знают, как с этим стрессом справиться своими собственными руками. И часто получается так, что такие люди, подставив мощный, хороший, гарантированно прибыльный бизнес, не уезжают куда-то отдыхать, а открывают совершенно в другой сфере новый бизнес. Такое впечатление, что они ищут этого стресса, и стресса умудряются извлекать счастье. Есть и трагические эксперименты в истории психологии, люди, которых лишали стресса в процессе подготовки к космическим путешествиям. Ну и в Америке, и в нашей России просто умирали в так называемых камерах молчания, которые в течение трёх часов позволяют человеку справиться с депрессией, но после двух суток происходит спонтанная остановка сердца. Камера молчания — это камера, в которой человек плавает в солевом растворе, приближенном к температуре тела. Там абсолютно темпло и ничего не слышно. То есть он лишён всяческих стрессов. Просто никаких стрессов вокруг него не происходит. Здоровье, болезнь, характер питания, работа, власть и могущество, религия, досуг, генетика и физиология. Вот книжечка Вольп и Финден, это исследование об Олибрэм. Могу по всем пунктам сказать, что счастье от этого хоть и зависит, но в минимальной степени. Уровни корреляции примерно 0,15-0,20, не больше. А 0,15 для корреляции это ниже уровня значимости. Так, это мы уже посмотрели, да? Ну, можно ли исследовать? Множество шкал сделали для оценки счастья. Есть и достаточно сложные, с кучей вопросов. В конце концов выяснили, что сложные вопросы, наверное, делать не надо. Можно сделать простой вопрос. Вот шкала счастья, которая сейчас в международных исследованиях используется. Ваш вопрос формулируется так. Насколько счастливым или несчастным вы себя чувствуете в целом? Ну, по шкале от 0 до 10. Например, 0 я в совершенном уныне, я абсолютно разбит. 10 я абсолютно счастлив. Средние значения обычно находятся в районе 0,76-0,78. Ну, вот примерно так. В среднем какую часть времени вы чувствуете себя счастливым? Средние значения 50 на 50. Где-то на 50% времени вот такие люди с высокими оценками счастья чувствуют себя счастливыми. И, в общем, этот индекс, вот эти вот простые вопросы стали использовать куча институтов. Начиная от этого самого короля Джигме Синге Вангчук, заканчивая мощной программой в Китае. Китай разработал собственный национальный индекс счастья. И здесь возникает вопрос о национальных особенностях счастья. Потому что в Китае оценивается не только, насколько человек чувствует себя счастливым. Но и задается вопрос, счастливы ли вы под управлением чиновников вашего округа. В округе Хэнань, ну не знаю, где она там, провинция Хэнань, начали эксперимент с помощью этого индекса счастья, стали выплачивать либо не выплачивать зарплату чиновникам. А потом, как истинные китайцы, пошли дальше и совершили несколько показательных увольнений и одну казнь. За то, что люди считали себя несчастливыми под управлением этих чиновников. Англичане стали включать в индекс счастья, в национальный индекс счастья другие показатели, например, расходы на исследования, образование, культуру и спорт. И здесь тоже есть некоторый смысл. Выяснилось, что люди могут стать намного счастливее, если они рационально используют свой досуг. И я сейчас перечислю несколько факторов. Попробуйте отгадать, что в сфере досуга обеспечивает большее счастье. Игра в шахматы, участие в клубах, благотворительная деятельность, танцы, образование. Попробуйте выбрать один. Танцы, да, на удивление. Причём особенно почему-то люди счастливы, когда танцуют под живую музыку. Отчего это так, в общем, совершенно понять невозможно. И особенно если они танцуют, привлекая к этому новичков. То есть как бы самому классно танцевать уже становится не так кайфово, как если ты показываешь, во-первых, как ты классно танцуешь, во-вторых, ещё учишь этому какого-нибудь придурка, который пока танцевать не умеет. Совсем недавно молодой психолог в Америке попросил студентов, сначала провела оценку счастья, потом попросила в течение недели делать, нет, не так, 6 дней в неделю делать по 5 добрых дел, никак не описывая эти добрые дела. Нужно было вести дневник, записывать, какие добрые дела они сделали. Вторая группа студентов ничего не делала. Ну, жила своей прежней жизнью. Через неделю те, кто делали добрые дела, было проведено повторное исследование, показали практически двукратное превышение уровня счастья, ну, по крайней мере, статистически значимое, статистически значимое однозначно. Можно ли научить человека, ну, например, немножко иначе мыслить, представлять себе либо думать о том, что то, что у тебя в жизни случилось плохого, это твоих рук дело, и то, что случилось хорошего, это твоих рук дело. Ну, безусловно, психологи это могут. Здесь будут совершены некоторые ошибки, потому что те самые счастливые оптимисты, они совершают, они ошибаются, да, они преувеличивают свои шансы на успех и преуменьшают шансы на неудачу, но при этом они почему-то становятся более счастливыми, таким образом искажая на самом деле реальность. Можно ли сказать человеку, что если ты несчастлив в своей коморке, никуда не высовываясь, сходи в клуб, сделай пять добрых дел в течение дня, пойди поучись танцам, а лучше найди кого-нибудь, кто будет получать удовольствие от того, что будет тебя этим танцам мучить. Сами, наверное, догадываетесь, что это возможно. Это по силам, в общем, любому человеку, который заявляет, что счастья нет и не предвидится. Станет ли от этого лучше всем? Опять большой вопрос, и я к этому вернусь, если мне организаторы позволят еще, да, некоторое время. Не обидитесь? Индекс счастья 2014 года, да? Здесь от зеленого до темно-коричневого, да? Насколько счастливы люди в разных странах мира. У нас не все так плохо. Вы видите, наверное, что мы такие прочно-коричневые, да? Но совсем не темно-коричневые, как в Центральной Африке. Но при всем при этом мы находимся на 122-м месте по индексу счастья. Кто на первом месте, можно подумать, что США, но нет, они на 105-м месте, да? То есть далеко не на первом. Где находится Киргизстан? Вот интересно, да? Он находится на 38-м месте, я вам скажу. Первые места, наверное, не видно, но поверьте мне, Коста-Рика, Вьетнам, Колумбия, Белиз, Эль-Сальвадор, Ямайка, да? Последние места, Ботсвана, Чад, Катар, который борется с этим с помощью. Наверное, американцам стало как-то обидно. 105-е место по индексу счастья, и они заказали в своем Ельском институте альтернативное исследование. Ну, оно тоже как бы было проведено достаточно строго, с огромной выборкой, но учитывались, помимо субъективной оценки счастья, если помните, это в Коста-Рике, да? Хоть денег нет, но зато и во Вьетнаме опять же, да? Ну, жить кайфово. Учитывались экологические факторы, валовый национальный доход, степень прироста валового национального продукта. Здесь на первом месте Швейцария, Люксембург, Австрия, Сингапур, Чешская республика, между прочим, Германия, Испания, Австрия. Американцы поднялись на 33-е место, но в верхушку не добрались. Ну и мы поднялись на 73-е место, между Южной Африкой и Молдовой оказались. Чуть рядом Уругвай, Суринам, Доминиканская республика, острова Фиджи. Там та же Россия, только на островах. Есть и изменения. Вот в этой картиночке здесь синеньким показано, какие страны улучшили существенно своё положение, коричневым, те, которые существенно своё положение ухудшили. Тут же взбеленились психологи, потому что, ну, как бы, наверное, всё не совсем так, ведь население страны не состоит, вот оно неоднородно, есть молодые, есть пожилые, есть мужчины, есть женщины, есть верхушка, есть низы. Ну и тут же возникли идеи о том, что, наверное, национальный продукт имеет отношение только в том отношении, если он рационально распределён, более или менее справедливо распределён. И тут же появились объяснение, почему индусы в этом самом бедном штате чувствуют себя счастливы. Потому что все вокруг живут примерно в одинаковых условиях. Почему себя чувствуют несчастными часто жители Бэкэрли-Хиллс, потому что социальное сравнение показывает, что есть люди, которые живут лучше. Оказывается, что, в общем-то, людям важно не только уровень, не сам уровень дохода сам по себе, а ощущение справедливости в его распределении. А тут в нашей стране 20% самых бедных получают 4,7% валового национального продукта, это данные Госстата. 20% самых богатых получают 47% валового национального дохода. Ну, как бы справедливым это назвать достаточно сложно. А что случилось? Ах, а, ну всё, значит, так и есть. Ну, пару ещё примеров, может быть, для размышления, может быть, как дань тому, что я всё же поведенческий терапевт, прежде чем над людьми издеваться и пытаться сделать их счастливыми, психологи пытались сделать счастливыми крыс. Они чем-то похожи на человека. Ну, и сначала нашли у крыс центр удовольствия, это знаменитые эксперименты Дель Гадо, внедрили туда электродик, да, и дали крысе мышку, нажимая на электродик, она получала удовольствие очень яркое. Крыска умудрялась совершать до 2000 нажатий на педаль в минуту, после чего помирала от истощения. как бы долго жить у неё особо не получалось. Решили, что как бы это не очень хорошо, давайте мы крыс будем поить наркотиками. Сажают крысу в клетку и две поилки. Одна поилка с водой, другая поилка с опиумом. Опиум горький, крысы гурманы, поэтому опиум чуть-чуть подсластили. Ну, в общем, сладенькая водичка и там, и там, только от этой водички кайф. Ну, как и предполагалось, крысы начали пить воду с опиумом. Наркологи очень обрадовались, сказали, вот вам пример формирования зависимости. Но тут хитрый психолог взял и сделал такой крысиный аттракцион, где были ну, всякие штуки, которым крысы нравится делать. Да, там, качели какие-то, побрякушки. Причём туда посадили уже не двух крыс, а кучу крыс. Им было чем заняться между собой в промежутках между аттракционами и поставили те же самые две поилки. Одна с наркотиком, а другая с водой. Вот когда крысам было чем заняться, да, и когда они оказались в естественном социальном окружении, они к наркотикам, в общем, не приближались, да. То есть привязанность возникала только тогда, когда у них нет возможности получить счастье из социального взаимодействия, из развлечений. Ну, я не знаю, вряд ли они там танцевали под живую музыку, но что-то такое вот... Ну, с партнерами, а как? С одной стороны, конечно, хорошо, когда есть все хорошо, да. Но с другой стороны, еще один психолог решил сделать крысам ну, просто полный кайф, да. Устроил такой крысиный рай, выстроил им вселенную. В этой вселенной можно было спокойно питаться 9500 крысам. Ведь гнезда и растить малышей могли 3840 крыс. Посадили туда 4 пары мышей, да. Ожидалось, что они, конечно, будут размножаться, плодиться, что их станет как минимум 3840, ну, либо 9500, поскольку жрать можно и без секса. Прирост населения начался, но остановился на цифре в 2200, в этом крысином раю. Потом крысы начали вести себя странно. Они перестали заниматься в раю сексом. Некоторые стали очень агрессивны. Самочки иногда убивали свое потомство. Ну, по-моему, как бы, наверное, и так хорошо. В итоге через полтора года в раю осталось 122 особи и эксперимент был закончен, поскольку эти особи были уже не радиопродуктивного возраста, то есть они помирали сами собой. Крысиный рай повторяли 25 раз, потому что никак не могли поверить, что это действительно так и есть. На 25-м эксперименте остановились и успокоились. И здесь я хочу вернуться к экспериментам Бриндельмана. Когда с человеком все хорошо, когда у него нет никаких стрессов, скорее всего, это ведет к смерти популяции. Вопрос не в том, с какими сложностями мы сталкиваемся, вопрос в том, верим ли мы в то, что можем эти сложности преодолеть, верим ли мы в то, что преодоление этих сложностей это исключительно наше дело, что мы этим управляем, а не кто-то другой. Средний уровень счастья индивидуальный, он откуда берется. Но, видимо, это пока предположение именно из этого опыта преодоления жизненных сложностей. если у человека был мощный упад, ну как там сталь закаляется, в чем там сталь закалялась? В бою закаляется? Нет, не в бою. В общем, то, что нас не ломает, делает нас сильнее, вот эта вот группа поговорок. И, видимо, есть то, что создает некоторый универсальный уровень счастья, к которому человек все равно возвращается, чтобы с ним не случилось плохого, либо чтобы с ним не случилось хорошего. Ну, а здесь пока единственная надежная, надежные данные говорят о том, что этот уровень, вероятно, в первую очередь зависит от того, что с человеком происходило в школе. Опрос проводился, опять же, очень мощный, кучу народу опросили, оценили уровень счастья, а потом попросили их написать, вот как я сейчас попросил вас на карточках, ну, самые яркие воспоминания о своей школьной жизни. Если эти самые яркие воспоминания о школьной жизни были воспоминания об успехах, достижениях, новых друзьях и хорошем отношении со стороны учителей, человек был счастлив на очень высоком уровне. Если это были в основном описания унижений, неудач и неуспехов, что бы с ним потом не происходило, какие бы деньги в лотерею он не выигрывал, он останется, скорее всего, несчастливым. Ну, в общем, это аргументы скорее не для нас, а может и для нас, если среди вас есть учителя школы и вуза. Аргумент, наверное, и для всех родителей, которые должны понимать, что обеспечить крысиный рай нашим детям это не самый лучший способ стать счастливым. скорее наша задача в том, чтобы помогать справляться с трудностями, которые у человека все равно так или иначе возникнут. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ